Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ассаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. Хотел сказать несколько слов о трагедии в Новой Зеландии. На эту тему мне приходит на ум хадис о мальчике и царе. Если хотите этот хадис узнать, просто в поиске наберите. Хадис о мальчике и короле. Это длинный-длинный хадис. В конце той истории мальчик сказал ему, если ты хочешь меня убить, то должен сказать бисмиллях. И он убил его. И когда он его убил, религия Аллаха распространилась. Это удивительная история, длинная, времени всю ее рассказывать нет. Но суть в том, что он думал, что если он его убьет, то на корню остановит религию. Но сделав это, субханаллах, люди наоборот начали приходить к вере. После того, как он стал мучеником, хоть он и кидал людей в огонь, они все равно хотели продолжать верить в ислам, в свою религию. И еще один момент приходит на ум. Субханаллах. Вот думаешь, в хадисе пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, перед судным днем, в конце времен, наступят такие времена, когда в мире будет разделение между мусульманами и христианами. Опять же, смотрите, мы уважительно относимся ко всем христианам, хотя есть и христиане-экстремисты. Мы вот, например, ожидаем, чтобы все уважали мусульман, хотя среди них есть экстремисты. То есть есть экстремисты на стороне мусульман и на стороне христиан. И опять же, по поводу всего произошедшего, здесь, как получается, многие упускают кое-какой момент. Некоторые из ультраправых на самом деле цитируют Библию. И мусульмане на сегодняшний день есть террористы, и они тоже цитируют Коран. И как получается, пророк, саллиллаху алейхи ва салям, говорил вот о чем, что наступит большое разделение, и во многом оно основано на вере. Глубоко в основе этого лежит вера. Можете сказать? И опять же, пожалуйста, где-то 99% мусульман и 99% христиан не хотят никого убивать, позвольте мне это подчеркнуть. Но экстремисты что делают? Они воюют между собой, образуя это большое разногласие, а страдают обычные люди. Кому-то симпатичны мусульмане, кому-то несимпатичны мусульмане. И ведь видно же, субханаллах, настали времена, о которых говорил пророк, саллиллаху алейхи ва салям. Пришло это самое разногласие. Это происходит. Есть люди, которые любят мусульман, но то есть они им сочувствуют, ведь они порой становятся жертвами, страдают. А есть люди, которые ненавидят мусульман. Они их видят как преступников. И другой момент видно во многих хадисах, что ближе к концу времен будет много убийств. Это хадис из Сахиха Бухари. До такой степени, что пророк сказал, что убийца не будет даже знать, зачем он убивает. Причист великий Аллах. Мы живем в это время, возможно. Опять же, я говорю возможно, ведь не хочу утверждать, что это именно то время. Но, возможно, речь шла о нашем времени. Если это то время, то тогда это время приведет к большой нестабильности на земле. Но в итоге мусульмане достигли определенного прогресса. И в конце концов, можно услышать об имаме Махди, о его приходе. Да помилует его Аллах. Но вот что интересно. С одной стороны происходит такое. Но глубоко внутри мы видим, что одни цитируют стихи из Библии с одной стороны, и аяты Корана с другой стороны. Посланник Аллаха сказал, что эти разногласия усилятся однажды. Некоторые из них объединятся. Наступит такое время, когда христиане и мусульмане поладят. Некоторые христиане, те, которые симпатизируют мусульманам. Но будет другое разногласие. Ведь они будут говорить, мы хотим сражаться за Коран. А другие скажут, мы хотим сражаться за Крест. Так вот, вера лежит здесь, глубоко в основе. И я действительно надеюсь, хвала Аллаху, после этой трагедии в Новой Зеландии многое симпатии начало исходить от христиан к мусульманам. Так же, как и мы симпатизируем. Опять же, как я говорил, 99% мусульман симпатизируют любому нормальному гражданину. Будь то иудей, христианин. Люди ладят в повседневной жизни. И когда кто-то забирает невинные жизни, это неправильно со всех сторон. Но интересно вот что. В итоге, что происходит? Приходят большие группы. И они террористы. Ультраправые террористы. Можете их называть одинокими волками. У них свой отличительный образ мышления. Считают, что белые лучше. И опять же, речь о маленьком проценте белых. Большинство белых нормальные. Но маленький процент из них считают, что не должно быть людей других национальностей рядом. Чтоб не приходили они. Чтоб не заселяли земли. Чтоб рабочие места не занимали. Не любят люди мигрантов. Но есть еще такое. Из-за того, что вот уже пару десятилетий медиа много говорят об исламе. Плохо говорят о нем. Многие политики плохо говорят об исламе. И все это они распространяют в массы. Тогда беды и наступают. Неудивительно. Вы спрашиваете, откуда все это приходит? Да ладно вам. Даже если посмотреть на корни Талибана. Их тренировали ЦРУ. Вы не можете сказать, что они к этому руку не приложили. Вы их тренировали. Саддам это бывший ЦРУшник. Это выяснилось серьезно. Саддам был бывшим ЦРУшником. Беспорядок начался, потому что Америка утратила контроль. Но здесь суть в чем? Есть две крайности. А мы хотим избежать крайностей. и мы хотим оставаться в рамках того, что для всех хорошо. Но не надо утаивать факт, что серьезную проблему несет идея о превосходстве белых. Что якобы белые это элита. Из-за этого они не хотят, чтобы с ними рядом были люди коричневого или черного цвета кожи. Так они размышляют. Белые хотят быть на вершине. Так же, как и некоторые мусульмане убивают, чтобы их религия оказалась на высоте. Точно такое же есть и с другой стороны. То есть это аналогичное явление. Есть две крайности, и от обеих надо держаться подальше. Вот об этом я хотел вам сказать. О мальчике и короле, как люди пришли в ислам из-за этого. И какое происходит разделение, и какие мысли в головах у экстремистов. Хотел сказать о том, что может произойти при дальнейшем разделении между последователями этих вер. Молим Аллаха о лучшем. Пусть всемогущий великий Аллах даст нам лучшее будущее. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. В наших глазах человек, который жертвует много-много денег, много денег. Он может дать 100 тысяч фунтов. Представьте, кто-то встанет и скажет, 100 тысяч фунтов хочу отдать как милостыню, а другой скажет, хочу отдать 1 фунт. Один говорит, 100 тысяч, 100 тысяч фунтов, а другой 1 фунт. Смеетесь, да? Смеетесь, так и было бы, да? Тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 50 тысяч а тут один фунт! Вас бы рассмешило, да? Посланник Аллаха в хадисе Абу-Дауда сказал, один дирхам одного человека опередит сто тысяч дирхамов другого человека. Один дирхам одного человека перед Аллахом может оказаться ценнее, чем сто тысяч дирхамов другого человека. Как? И посланник Аллаха с раслем объяснил, тот, у кого сто тысяч дирхамов, у него огромное состояние, огромное, и из этого он выделил маленькую часть, чуток, чуток, да? Правильно произнес? Чуток. А именно сто тысяч. Он отдал сто тысяч. А у другого, у другого человека, сколько у него денег? У другого человека всего лишь два дирхама. Всего два дирхама у него, и он отдал один. Первый человек отдал, может, один процент имущества, а второй отдал половину имущества. Мы с вами тут смеемся. Если человек отдал сто тысяч фунтов, скажем, вау, Машаллах, ТАКБИР! Аж мечеть затряслась. Купол задрожал, щас минареты упадут. Он же дал сто тысяч. Машаллах, Машаллах. Запишите, я Джунаб, я Малик Саб. Не волнуйтесь, если вас зовут Малик Саб. Треть из вас зовут Малик. Другую треть Чодри. Ещё одну треть из вас, наверное, зовут Ханами. Вот и все вы, наверное. Но кто даёт один фунт? Один фунт даю. Один фунт. Хоть бы пять дал, десять. Один фунт. Один фунт. Один фунт. А перед Аллахом, аззаваджаль, есть большая разница. Аллах видит, что человек даёт. Знает, сколько процентов он дал. Аллах знает, сколько процентов дал первый. Аллах судит меня и вас не так, как мы судим друг друга, братья. Так что, попадя в рай, одно из первых, что нас поразит. Мы увидим много сюрпризов. Иной раз людей, которых вы ожидаете увидеть в районе, будет там. А кого не ожидали увидеть там, могут там оказаться. Не надо судить по-своему на этой земле. Есть люди, которые до последнего момента своей жизни были негодяями всю свою жизнь. Но если в последний момент Аллах пожелает вести его в рай, то введёт. Я не говорю о маленьких бандюгах. Я говорю о крупных бандитах. Чем занимаются бандиты крупного калибра? Скажите мне, вот эти бандиты-рецидивисты у вас на улицах, что они делают? Что они делают? Что продают? Наркотики. Наркотики продают. Так. А если кто-то не заплатит, что они делают? Стреляют его. Мочат его. Мочат. Приходят за ним. Что-то творят, да? Одно убийство, ещё одно убийство. Ну, не так много они убивают. Представьте, серийный убийца, который убил ни одного, ни десять, ни двадцать и ни тридцать. Он убил. Девяносто девять человек. Представьте, такой вот он. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал о бандите. Заядлом. Убийца. Убийца. Убивал людей. И что натворил этот человек? Он убил? Девяносто девять. Всех их он убил. И после девяносто девяти проснулась совесть. Сахи хадис муслима. Его замучила совесть. И он пошёл к одному из поклоняющихся, к тому, кто поклонялся Аллаху. О религии много он не знал. Это до ислама. И он говорит ему, слушай, друг, монах. Монах, подойди-ка. Эта совесть меня замучила. Вот. Вот Бог простит меня. Простит он меня? А? Монах сказал. Говорит, а что ты натворил? Говорит, я убил девяносто девять человек. Девяносто девять человек убил? Бог никогда тебя не простит. И он что сделал? Говорит, да? Тогда и ты не жилец. Убил его? Убил его? Говорит, сотый. А, Вася? Сотый. Простите, в хадисе не говорится, что он шотландец. Просто изображаю акцент. И после этого его снова замучила совесть. Он начал ходить и думать, надо бы ещё у кого-нибудь спросить. И в этот раз он нашёл учёного человека, который знает религию. И он сказал ему, говорит, я кое-что очень плохое натворил. Говорит, что? Убил сотню человек. Ты это сделал? Что мне теперь делать? Говорит, Аллах простит меня? Он говорит, да, Аллах простит тебя, но тебе нужно сделать вот что. Тебе нужно уехать из этого города и отправиться в другой город, где живут хорошие люди. Ведь в этом городе много плохих людей. И этот убийца отправился, вышел в путь, убив прежде сто человек. Сто человек он убил. И он пошёл. И он прошёл не так много шагов, пойдя в хороший город. На своём пути туда он успел сделать не так много шагов. И Аллах, азу аджаль, постановил, что в этот момент он должен умереть. Настал его час. И обычно, когда ты умираешь, ты видишь либо 500 ангелов, которые пришли из рая в белых одеждах, либо ты видишь 500 ангелов, которые пришли из ада в чёрных одеждах. Если они из Джанната, они принесут благовония. Они принесут много приятного аромата. А если они придут из Джанната, они принесут с собой молоты, молоты. Они принесут с собой топоры и всякое другое, чем можно будет тебя разорвать. И они принесут очень тесные мешки, чтобы засунуть в них твою душу. И от этих мешков будет исходить вонь, отвратительнейшая из тех, что ты чувствовал в этом мире. А у него как было? Он, впервые в истории, что увидел? Он увидел 500 белых ангелов и 500 чёрных. 500 белых, 500 чёрных? Что сказали белые? Этот человек пойдёт в рай. Чёрные говорят, нет-нет, он пойдёт в ад. Мол, что? Да о чём вы вообще? Он убил 100 человек. Он никак, ну никак не может попасть в рай. Он должен пойти в Джаннам. Он должен гореть, гореть там. Получается акцент? Гореть в аду. Я, честно, после пяти дней с вами шотландцем становлюсь. Другие говорят, нет-нет-нет, он сделал тауба. Он покаялся, он пойдёт в рай. И вот они спорят, нет-нет-нет. А кто их отправил? И тех, и других. Аллах. Вот они и говорят, вернёмся к Аллаху. Они вернулись к Аллаху. И что сказал Аллах Азаваджаль? Аллах сказал, хорошо, он заранее все знал. Аллах сказал, о мои ангелы, возвращайтесь и измерьте землю. Если земля была ближе к городу злых людей, то заберите его в Джахеннам. А если земля ближе к тому месту, где он шел, где он умер прямо сейчас, если она ближе к городу с хорошими людьми, заберите его в рай. И ангелы начали спускаться на землю. До того, как ангелы спустились на землю, Аллах сказал, о земля, перебрось этого человека к хорошему городу. И земля перебросила его к хорошему городу. Ангелы пришли и начали измерять землю, увидели, что он ближе к тому городу и забрали в рай. Они забрали его в рай, Аллах. Убийца сотни человек вошел в рай, Аллах. Не важно, какое преступление вы совершили, но я не призываю идти и убивать, да? А то слышал, в Глазгу все ходят с ножами или еще с чем-нибудь. Слышал такое. Но любого покажи, у него где-нибудь будет нож. Я не говорю убивать, я лишь прошу. Не важно, какой грех вы совершили, совершали прелюбодеяние. Или вы могли врать, могли обманывать, могли грабить. Я не говорю вам продолжать это делать, нет? Придите чистым к Аллаху, чистым. Скажите, больше не буду так делать. И Аллах, аз-за-ваджаль, в судный день сделает так, что вы пересечете мост вместе с его пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Это жизнь лишь миг один, преджизнебудущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство зла, то серебро не приведут желанной целью. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok